В Дни Великой Победы труженик тыла, уроженка Дубосар Тамара Писаренко отмечает и свой день рождения. В этом году ей исполнилось 90 лет. Она принимала поздравления в том числе и от юных дубосарцев. В Дни Великой Победы в доме Тамары Писаренко всегда много гостей. Бывшие коллеги и школьники приходят поздравить ее с победной весной и с днем рождения. В этом году, 10 мая, ей исполнилось 90 лет. Райкон профсоюзов и ребят третьей школы от души вас поздравляют с наступающим праздником и с вашим юбилеем. Мы желаем вам крепкого здоровья. Тамаре Писаренко было 14, когда началась война. Этот день, говорит, она не забудет никогда. Мама меня сбудила в 4 часа, чтобы идти на базар, редьку продавать. Мы встали, и когда посмотрели на небо, небо не было видно. Черное, черное было небо с самолетами. И нам говорят соседи, это учение, это учение. А потом, как начали воинскую часть бомбить, у нас воинская часть, табакзавод, в общем, все эти предприятия, организации, все. После были долгие годы оккупации, голод, холод и изнурительный – совсем не детский труд. Не было одежды, что одевать. Так-так, одевались и завязывали тряпками, веревками, что там было, сапоги или что. И нас гоняли на виноградники. Если вы помните, Лунга, потом это, совхоз Дзержинский. Там были виноградники, засаженные европейскими сортами. И по осени надо было их закапывать, а по весне откапывать. И мы не имели в чем. Мы все дети были, и нас гоняли как рабов. Румыны плетками. Так мы плакали, рыдали. Прям не знаю. И шли работать. После войны Тамара Сергеевна окончила бухгалтерские курсы и более 40 лет проработала бухгалтером в Управлении народного образования «Дубосар». Награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и двумя юбилейными медалями ко Дню Победы. Услышали много интересных историй. Хотелось бы, чтобы они жили долго. Для них это были очень трудные года. Страшно даже подумать, как они это все пережили. От всей молодежи города Дубосары хотим поздравить всех ветеранов.